Есть такой удар в классическом боксе, как свинг Я сейчас просто на месте сделаю То есть свинг это длинный вот такой вот хук Вот такой, его часто называли уличным ударом У нас похожее движение называют колхозным Но колхозный это все-таки замах Понятно, что боксом все-таки бьется больше, где замах На мой взгляд, минус этого удара для улиц Александр, просто встань и стой Вот лоб Посмотрите, когда идет сверху удар Здесь, в районе запястья, рука может подвернуться и может быть вывих То же самое вот здесь Вот таким вот образом Как его бить? Его можно бить как крошка, но здесь то же самое, может быть вывих И уж тем более, если его бить классически, свинг То здесь вывих, особенно без обмотки, сто процентов И многие боксеры так и говорят И не бьют часто из этого свинг Что часто травмируется кисть, даже в перчатках Его очень редко можно увидеть, свинг Хотя удар сильный, хороший Что такое ауэхэ, вообще не понимаю, что это такое Свинг, не знаю Я скажу, как мы используем похожую технику именно в рапт В рапт у нас это удар прямой То есть это смесь хука, свинга длинного и прямого удара Как его можно использовать? Посмотрите Например, если мне идет джеб Я ухожу под руку И посмотрите, бью вот таким вот образом Как бы он идет сверху, но движение идет прямо в результате То же самое, если я укажу сюда, через руку Если мне рост позволяет, я бью его сверху через руку Ну а, Александр, можешь просто ручку так Посмотрите То есть я делаю, например, нырок Но удар идет прямо Он не идет, как хук, вниз Движение идет прямо То есть если я отсюда ухожу, движение идет прямо Только в этом случае Есть возможность не повредить себе руку Если же я вот так буду мазать, да Таким вот движением Есть шанс повредить себе кисть Естественно, я такие вещи могу делать только аккуратно Потому что фактически здесь рука не контролируется Потому что я ныряю Если идет задней рукой, идет нырок И одновременно, только когда я уже делаю нырок Я сразу уношу удар То есть в этот же момент сразу идет То есть я уже не вижу Я бью как бы примерно где голова находится Видите? Удар очень эффективный Потому что он бьется на удар Но вообще это более спортивный вариант Почему? Ну, во-первых, если мы его где-нибудь и увидим Чаще всего это бокс Почему? Ну, вот медленно сейчас Да, например, на примере хука Вот я ныряю, здесь колено пошло И вот сразу, вот так хук, колено, да Это, например, тайский бокс Или ММА Вот, и так далее То есть я во всех случаях, когда ныряю и пробиваю его насквозь Я забываю про ноги как бы Можно его использовать? Можно Но это уже спортивный поединок То есть мне надо рассчитать То, все, пятое, десятое На улице Ну да, можно То есть, например, я принял решение Человек там пытается махнуть Я сразу ушел и найдется его Можно Но только если я уверен, что удар пойдет рукой То есть, например, я не знаю, какой рукой Левой или правой Да, я, например, решил его делать сразу сюда То есть с уклоном И вот этот ау-хенд Да, можно Но если я уверен, что он рукой Я не уверен А если пойдет нога? А если он показал Ну, если сразу нога полетела Ну, не так Например, вот так Нога полетела То есть я показал Замах, а сам ударил То есть на улице все можно быть Поэтому на улице мы убираем Самые простые удары Самые рациональные Вот Здесь все-таки я рискую Потому что здесь все-таки я открываюсь Вот Так что смотрите сами Можно ау-хенд применять на улице Потому что в Панутука у нас подход именно уличный Или нет Вот пару слов о ау-хенде Спасибо, Алексей